Продолжение следует... ...чтобы втянуть нас в войну, чтобы мы надорвались и экономически полностью нас разрушить. Потому что с экономикой сейчас очень все сложно. Пока, Димон, все идет по плану. Только по американскому. По хорошему американскому плану. Еще полгода такой войны, и в принципе ты уже не сможешь вернуться в Россию, видимо, не будет. Он иногда говорит правильные вещи. Он говорит, что на сегодняшний момент для того, чтобы эффективно проводить эту дальше операцию военную, нужно каким-то образом отрезать поставки оружия из Польши, из Румынии, из Венгрии, из Чехословакии. Поскольку Украина граничит с этими странами, и граница открыта с стороны Западной Украины, то, соответственно, пока там оттуда все будет поступать, в том числе и наемники, и вообще бог знает что, всю эту войну можно затягивать на черте сколько времени. Вот они решили, значит, он говорит, что, естественно, нужно это каким-то образом отрезать. Но отрезать это нужно ресурсы, нужны люди. А откуда их взять-то? Нет, ну взять в таком количестве. В таком количестве ресурсов, техники и личного состава. То есть это нужно как минимум в трое увеличить или в четверо войска. А без мобилизации каким образом это решить? Это решить невозможно. А мобилизацию они не делают пока. Ну вот и получается, тени толкаются. Где-то я слышала, что есть добровольная мобилизация, но... Ну там несколько тысяч идиотов найдут, конечно, сумасшедших, которым хочется экстримы, которым еще, видимо, там ноги свои мешают. Вот, или там руки. А в условиях санкций я даже не представляю, как мы все это вытянули. Просто что будет после войны? Когда война закончится, вот мы победили. Ура, все, наши флаги везде висят. А дома разрушены, экономика разрушена. Какими деньгами, какими средствами? И там 2 миллиона бежен. Здесь не в этом вопрос, а именно вопрос, что хотят наши на сегодняшний день. Деньги на сегодня хотят. То есть, как бы, вот, ну, говорят о том, что признать Крым с Донбассом, да, то есть, и, что еще, нейтралитет Украины. Ну как Крым с Донбассом? Они говорят, Донбасс не в том смысле, какой он был, по факту. А именно в границах административных. Туда входит Мариуполь. А Мариуполь, как на сегодняшний день, это одна из крупнейших у них таких промышленных зон, которые приносят доходы в бюджет. Украина именно. Украина. То есть там угольные заводы, крупнейший металлургический завод. Если сейчас их обрезать, то Украина просто денег даже в бюджет не будет, чтобы они концы с концами, как государство. Поэтому они, видимо, там не могут договориться. Естественно, они упирают. И этот выход у них идет вот, ну, то есть Крым через сухопутные границы, да, то есть через Крым проходит именно тоже, в том числе, именно через Мариуполь. Я так понимаю, что просто с Зеленским договорились, пообещали ему. Но это же не просто так, что человек, знаешь, не пошел на переговоры, а вступил в военные действия. Нас как в Афганистане втянули в свое время в эту войну. Вот. Не надо было туда лезть, например, на вот Афганистан. Я не расслабывал, нет, ну, короче, когда ехали, и это, и, ну, у них, короче, везде, как ты въезжаешь в какое-нибудь село, поселок, город, у них, короче, везде крест стоит. Ну, это, не только въезжали, у них, да, везде кресты поселок. Каждый населенный пункт, как въезжаешь, у них крест стоит. Ну, типа, вот настолько едущие. И в каждый дом заходишь, у них тут японцы стоят дома. Ну, это же ведь начиналось с Руси, с Киевской Руси. Ну, дело в том, что, Дим, на самом деле, вообще Русь-то, она с Киеву пошла. Изначально была, изначально была же Киевская Русь. И до 13-14 веков даже епархия вот эта вся, она была Киевская, самое главное. Да, ну, Московская епархия тоже существует в Киеве, да, то есть, там очень много также святых мест и церквей стоит. Ну, там Киевская Лавра, очень много мощей святых таких. То есть, это такое мощное место, это же Русь. По сути, это Русь. Мы сейчас просто два фарских народа друг друга по харе трескаем. Вот, ну, это вообще, конечно, изобразие. Это же не какие-то, там, эти, талибы или маджахеды или еще какие-нибудь. Маджахеды или еще какие-нибудь.